книга открытым оком том 26 вопрос 3848 тема смерть если полезно рассуждать о тленности тела и всей временной жизни то почему у сектантов почти не говорят о том отвечает Игнатий Тихонович Лапкин говорят но конечно же меньше чем у православных и это не только потому что там знают намного лучше священное писание и верят в искупление во Христе Иисусе но и потому что слишком уж обольщены многократным повторением слов мы спасены и спасены окончательно и обязательно будем только в раю мы же все находимся в стадии спасения римлянам 824 ибо мы спасены в надежде надежда же когда видит не есть надежда ибо если кто видит то чему и надеется ошибка еще раз римлянам 824 ибо мы спасены в надежде надежда же когда видит не есть надежда ибо если кто видит то чего ему и надеется гаснет жизнь разрушается заживо тело злой недуг с каждым днем беспощадней томит и в бессонные ночи уверенно смело смерть в усталые очи мне прямо глядит скоро труп мой зароют могильной землею скоро высохнет мозг мой и сердце замрет и поднимется густо трава надо мною и по мертвым глазам моим червь поползет и решится загадка томившая душу что там ждет нас за тайной плиты гробовой скоро 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 я молодушно скоро скоро но молодушно но я молодушно не трушу и о жизни не плачу с безумной тоской 1883 год с я нацом прокосия 1214 от власти ада я искуплю их от смерти избавлю их смерть где твое жало а где твоя победа раскаяния в том не будет у меня душный воздух дым лучины под ногами ссор ссор на лавках паутины по углам узор закоптелые палате черствый хлеб вода кашель пряхи плач детяти о нужда нужда мы категоре век трудиться нищим умереть вот где нужно бы учиться верить и терпеть 1857 год и с никитин сирахов 3521 хлеб нуждающихся есть жизнь бедных отнимающий его есть кровопийца есть страшные ночи их бог посылает карать недостойных и гордых сынов в них дух человека скорбит изнывает в цепи несловимых томительных снов загадочней смерти душнее темницы они надавляют бессильную грудь их очерки бледные их длинные страницы страшимся понять их к ним смысл заглянуть а сил не хватает покончить мучения ворочает душу жестокая ночь толпой разбегаются вьются виденья хохочут и дразнят и прыгают прочь затронут на сердце все струны живые на силу проснешься все тихо во мгле и видишь в окошке как тени ночные дозором гуляют по спящей земле стена над кроватью луной серебрится и слышишь как бьется горячая кровь попробую спать я авось не приснится чудовищный сон тот не выглядит вновь но тщетные надежды плетутся мучения ворочает душу жестокая ночь толпой разбегаются вьются виденья хохочут и дразнят и прыгают прочь но ночь пролетела восток расцветает засеялись тени мрак ночи исчез рассеялись тени мрак ночи исчез заря залила и быстро сметает звезду за звездой с просветлевших небес проснешься ты бледный с померкнувшим взором с души расползутся страшилища прочь но будешь ты помнить как ходят дозором виденья по сердцу в жестокую ночь 1860 1860 год К.К. Случевский К.К. Случевский Книга Иов 4 13.18 Среди размышлений о ночных видениях когда сон находит на людей ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня а противила мне жизнь не вечно жить мне отступи от меня ибо дни мои суета что такое человек что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое посещаешь его каждое утро каждое мгновение испытываешь его за бюрократом смерть пришла полдня в приемной прождала полдня в приемной просидела полдня на очередь глядела что все росла а не редела и не дождавшись померла что бюрократ сильнее смерти нет но живучи все же черти Сергей Михалков Иван Гляд Матфея 24.50.51 То придет господин Рабатову в день в который он не ожидает и в час в который не думает и рассечет его и подвергнет его одной участи с лицемерами там будет плач и скрежет зубов я в братство веровал но в черный день невзгоды не мог я отличить собратьев от врагов я жаждал для людей познания и свободы а мир все тот же мир бессмысленных рабов на грозный бой со злом мечтал я встать сурово огнем и правдою карающих речей и в храме истины в священном храме слова я слышу оргию крикливых торгашей любовь на миг любовь забава от безделья любовь не жар души а только жар в крови любовь большой кошмар тяжелый чад похмелья нет мне не жаль ее промчавшейся любви я не о ней мечтал бессонными ночами и не она тогда явилась предо мной вся мысль вся красота увитая цветами с улыбкой девственной и девственной душой бедна как нищая и как рабыня лжива в лохмотья яркие пестро наряжена жизнь только издали нарядно и красиво и только издали влечет к себе она но чуть вглядишься ты чуть встанет пред тобою она лицом к лицу и ты поймешь обман ее величия под ветхой мишу рою и красоты ее под маскою румян 1882 год эс я наци и вечерней и ранней порою много старцев и вдов и сирот под окошками ходит сумою христа ради на помощь зовет надевает ли сумку неволя не охота ли взяться за труд тяжела и горяка твоя доля бесприютный оборванный люд не откажут тебе в подаяния не умрешь ты без крови зимой жаль безумное божье создание жаль разумное божье создание человека в грязи и с умой но беднее и хуже есть нищий не пойдет он просить под окном целый век из одежды до пищи он работает ночью и днем спит в лачушке на грязной соломе богатырь в безысходной беде крепче камня в несносной истоме крепче меди в кровавой нужде по смерти зерна он в землю бросает по смерти женет а нужда продает о нем облако слезы роняет про тоску его буря поет 1857 год и с никитин 1 коринфянам 1556 жало же смерти грех а сила греха закон 1 3 4 6 5 6 7 7 8 8 9 9 12